Иисус Христа Он скажет, 1900 такого-то года Но как ты можешь быть атеистом? Так как через Иисуса Христа пришел первый год И остановилось все время И когда Иисус родился Началась перепись населения И начали считать каждого человека на этой земле И Иисус был записан в этом списке И оттуда началось первый год Все началось через Иисуса И без Него не было ничего Мы с собой тоже были через Него Произошел человеческий переворот Все перевороты произошли через Него И все поменялось через Него Потому что Отец запланировал именно в это время Чтобы Иисус родился Сегодня многие отмечают Новый год Но не знают, что это за праздник Многие армяне через телевидение Также отмечают Новый год Но почему-то год Каких-то животных, птиц И называют праздник звезд И поздравляют друг друга И говорят Интересно, как будет для нас 2023 год Я могу вам сказать Мы не ждем ничего от года Не от 2022 ждали И не ждем от 2023 Наши ожидания от нашего Бога Наши ожидания от нашего Бога Амин И не год должен нас радовать Наш Бог, который родился в наших сердцах В нашей жизни Наши ожидания только от Него Амин Мир говорит Год обезьяны И обезьяна нас развеселит Может быть, они нас развеселят В цирке, либо в зоопарке Год крысы Крыса принесет нам счастье Я не знаю, кому крысы приносят счастье Наверное, это головная боль всего человечества Но почему-то они ждут От крыс какого-то счастья Либо змей, скорпионы Не знаю, какие еще животные Там есть в этом гороскопе Но почему-то люди Ожидают У них почему-то большая вера Что в этом году Кто-то для них что-то хорошее Сделает Какое-то животное Я недавно был на дне рождения одного из наших братьев И было очень много русских и армян И один другому сказал Какой это год? Я говорю А когда был ваш день рождения? И мне отвечают Такого-то дня, такого-то года Я говорю Следующий год этого дня рождения Этого дня чей день рождения? Говорит, мой Я говорю А через несколько лет в этот же день Чей день рождения? Говорит, опять мое Я говорю А как же получилось Что день рождения Иисуса поменялось? Стало годом рождения Змеи, скорпиона, обезьяны, тигра Еще каких-то животных Так, как так? Один год Это был через Иисуса Христа Два года Тоже через Иисуса Христа Почему-то дошло до 2020 года И стало годом обезьяны Как это так получилось? Люди даже не понимают Какой праздник они празднуют Это очень хорошая возможность Чтобы мы людям говорили Что это за год? Что родился Иисус Христос Чтобы они не шли в ад Что Иисус родился ради них Как Моисей жил в доме фараона Так Иисус Христос жил в царстве своего отца Ангелы ему служили И он находился все время в прославлении Но он решил стать человеком Потому что понял, что люди не понимают И он сказал Пойду, стану как один из них И буду как они Ходить, пить, спать с ними Чтобы они видели, как я живу Чтобы они видели меня Чтобы они поняли И чтобы я им мог объяснить Кто есть Отец Кто есть Господь Чтобы они были там, где я И он для нас с тобой стал человеком Просто представь себе Совсем немного Что он создал весь этот мир Представь Создателя, который создал небо и землю Солнце и луну Воздух И все, что есть на этой земле И он себя сделал человеком И как человек он сражался с дьяволом И победил И сказал, это возможно Так как первый Адам Он проиграл дьяволу Второй Адам, Иисус Христос Решил прийти, чтобы победить сатана Он мог бы просто убить его Но он решил взять другой путь И сатану тоже создал Иисус Христос Создал, но изначально очень красивым Который должен был служить Но он возгордился и стал падшим ангелом Знаете, очень хорошо, чтобы мы поняли Осознали, насколько хороший день это для нас Мне очень нравится по-европейски Рождество, потому что в начале Рождества Потом год меняется А то у нас и в Армении принято почему-то В начале отмечать Новый год Потом уже Рождество И поэтому это очень хороший случай, чтобы всем, всем рассказать Кто к вам приходит, кому вы идете Чтобы сказать, что это год Иисуса Христа Иисус родился, Он пришел в этот мир Для нас, чтобы взять все грехи наши с тобой на себя И создал самое большое чудо Когда Адам согрешил, Господь пришел и сказал Еви Между тобой и змеей Поставлю войну Змея попробует пройти через твою дорогу А ты попробуешь сломать Ему голову Так и случилось Мы сегодня не можем из комфорта своего выйти Холодно, не пойду Но Он оставил все, Иисус Оставил бриллиантовые дороги Оставил все Царствие Небесное ради нас с тобой А мы не хотим выходить из своего комфорта Не могу обмануть Не могу не говорить плохие слова Не могу оставить и не курить А представляете, сколько всего Он оставил И одел человеческую одежду ради нас с тобой Хочу прочитать слова пророчества Которые были написаны для Иисуса Христа Исайя 9, 2 Народ, ходящий во тьме Увидит свет великий На живущих в стране тени Смертный свет воссияет В Иоанне говорится Свет пришел в этот мир И тьма не узнала его В нем нету ни капельки тьмы Он чистый свет, который сияет Свет пришел в этот мир И для живущих в стране тени Смертный свет воссияет И свет пришел в этот мир И Слово Божие пришло в этот мир И самое великое чудо Это то, что мы его знаем Что мы его познали Нашего Спасителя Никто не может свою жизнь спасти Но с помощью Божьей мы поменялись И меняемся И должны меняться И поэтому этот свет Воссиял в наших сердцах В нашей мысли В наших глазах И чтобы мы больше не смотрели Злыми глазами Чтобы у нас не было Темных мыслей Чтобы только доброе И хорошее То, что доброе Небесное Чтобы мы думали Друг о друге Амин Представьте Насколько большой подарок Сделал Господь для нас с тобой Шестой стих Ибо младенец Родился нам Сын дан нам Владычество на раменах его И нарекут Он еще не победил Сатану Но пророк Пророчествует Через пророка И говорит Владычество на раменах его И нарекут имя ему Чудный советник Бог крепкий Скажи Крепкий Бог Он очень хороший советник Со всеми вопросами Обращайся к нему Отец Вечности Князь мира Насколько сегодня Этому миру требуется Князь мира Насколько требуется Мир Этому миру Нужен князь Мира Для этого мира Но почему-то Мир все еще В других местах В наркотиках В алкоголе Каждый пытается Чем-то отключить Свою мысль Чтобы успокоиться Принять мир Какой-то Но нет Пока нет у тебя Мира Божьего Ты не сможешь Успокоиться Потому что Князь мира Этого Только Иисус Христос И твое сердце Должно наполниться Божьим миром Если у тебя Нет этого мира Значит У тебя нет Иисуса Христа И сегодня Этому миру Больше всего Наверное Требуется Мир Который может дать Только Бог И в первую очередь Это спасение Умножению Владычества Его И мира Нет предела На престоле Для Давида И в царстве Его Чтобы ему Утвердить его И укрепить его Судом И правдою Отныне И до века Ревность Господа Саваофа Соделает Это Господь Своей ревностью Должен Сделать Он Увеличит Мир Чем больше Станет Христиан На этой земле Тем больше Мира Будет На этой земле Везде Где ты находишься Будет мир Потому что Князь мира Этого В твоем сердце В твоих мыслях Чем больше Ты впадаешь В панику Тем больше Ты ошибаешься Чем больше Ты нервничаешь Тем больше Возможности У тебя упасть И поэтому Пробуй Найти Мир Мир В своем Сердце И знаете Очень интересное Произошло Когда Иисус Христос Родился У нас Есть очень Красивая Звезда На небе Загорелась Очень Большая Звезда И Все Волхвы Которые Изучали Звезды Небеса Может быть У них были Местописания Из Библии Самое главное Что Господь Им Открыл Что они поняли Что это означает И для меня Очень Удивительно Что Волхвы Поняли Христос Родился Волхвы Поняли Что Великий Господь Пришел В этот Мир И знаете Они Решили Пройти Дорогу Может быть Может быть С пешком Может быть С С Лошадьми Может быть Еще Чем-то И они Прошли Дошли До Дней Вернее О них Было Настолько Много Но Почему-то В наших Представлениях Их Всего лишь Три Человека Кто думает Что их Три Человека Как Хорошо Что Никто Так Не Думает Обычно В мультиках И в Картинах Показывают Три Человека Но Если Здесь Сейчас Пройдет И пройдет Трое Человек Они Наше Внимание Наше Внимание Не Обратят К Тебе Но Их Было Настолько Много Что Царь Того Времени Обратил На них Внимание И Спросил Что Вы Делаете Что Они Ответили Мы Увидели Звезду Которая Показала Нам Что Родился Мессия Мы Хотим Прославить Его Поклониться Ему И Знаете Волхвы Пришли И Ищут Спасителя Сегодня Все Те Кто Смотрят Про Прямой Эфир И Все Те Кто Занимается Колдовством Либо еще Чем-то Хочу Сказать Пока Есть Время Идите И Поклонитесь Иисусу И Те Дары Которые Бог Вам Дал И Вы Этим Служите Сатане Время Пришло Чтобы Этими Дарами Вы Слушали Царю Этого Мира Иисуса Богу И Это Очень Хорошее Время Чтобы все Поняли Иисус Родился И не надо Делать Гадания Какие-то С звездами Очень Хорошее Время Чтобы Понять Что Все Эти Гороскопы Все Эти Звездные Предсказания Это все Должно Поколениться Богу Он Пришел В этот Мир Научил Людей Так Как Только Он Мог Чтобы Все Поняли И Приняли И Самое Интересное То Что Когда Волхвы Пошли И Поклонились Дали Все Свои Дары Матери Иисуса Чтобы Ребенок Ни в чем Не нуждался Чтобы Он Полностью Был Во всем Все Что Нужно Было Ему И Царь Позвал И Сказал Где Он Должен Родиться И Они Все Знали Это место Где Должен Был Родиться Иисус Младенец Иисус Матфея 2 6 И Ты Вифле Земля Иудина Ничем Не Меньше Воеводство Иудина Ибо Из тебя Произойдет Вождь Который Упасет Народ Мой Израиля Я Это место Когда Прочитал Мне Настолько Грустно Стало Настолько Больно Волхвы Пришли И Искали Божьего Лица Пришли И Поклониться Богу Но Почему То Фарисеи Которые Были Законопослушниками Которые Должны Были Первыми Побежать Так как Они Знали Где Должен Родиться Иисус С места С места Не Сдвинулись Я Столько Думаю Что Мы Своей Жизни Чтобы Никогда Не Стали Фарисеями Чтобы Своими Делами Мы Никогда Не Стали Фарисеями Когда Кто-то Поднимает Имя Господне Чтобы Мы Завистью Не Наполнялись А наоборот Порадовались Очень Интересно Они Пришли Нашли Конечно Первые Первые Ангелы Сказали Пастора Сказали Неужели Вы Не Знаете Что Родился Спаситель Идите Поклонитесь И Небесному Хору Также Соединились Пастора Я Думаю Как Хорошо Что У У них Есть Сердце Служителя Как Хорошо Что Они Были Признаны Чтобы Восхвалять Имя Господне И Прославлять Его И Еще Одно Место Хочу Прочитать Специально Потому Что Я Думаю Насколько Интересно Так Как Моисей Он Женился В Другой Стране И Когда Он Увидел Бога Его Семья Тоже Увидела Бога Когда Он Увидел Этот Огонь Который Горел И Не Сгорал Он Пришел Поклонился Сняв Свою Обувь Написано Что Его Тесть Тоже Начал Ходить И Следовать За Моисеем И И И И В Землю Хананайскую И Есть Только Один Господь За Кем Надо И И Кто Может Дать Спасение Также Эти Волхвы Они Поняли Что Этот Свет Ведет К Спасению И К Вечной Жизни Очень Сильно Было Когда Моисей Увидел Свет И То Когда Волхвы Увидели Свет И Все Волхвы Пришли К Богу Конечно Не Забываем Про Чудеса Которые Моисей Творил Через Посох Конечно Через Его Посох Его Посох Сел Посох Очень Многих Волхвов Так Что Пока Время Придите К Богу Исайя 47 12 Оставайся же С твоим Волшебствами И Со Множеством Чародейств Твоих Которыми Ты Занимался От Юности Твоей Может Быть Пособишь Тебе Может Быть Устоишь Ты Утомлена Множеством Советов Твоих Пусть Жи Выступят Наблюдатели Небес И Звездочеты И Предвещатели По Новолуниям И Спасут Тебя От Того Что Должно Приключиться Тебе Вот Они Как Солома Огонь Сожжет И Не Избавили Души Своей От Пламени То есть Не Избавите Своей Души От Пламени Не Осталось Угля Чтобы Погреться Ни Огня Чтобы Посидеть Перед Ним Такими Стали Для Тебя Те С Которыми Ты Трудилась С Которыми Вела Торговлю От Юности Твоей Каждый Побрел Свою Сторону Никто Не Спасется Никто Не Спасает Тебя То есть Когда Ты Обращаешься К Колдуна К Чародеям Ты Тоже Не Спасешься То есть Не Только Те Кто Делают Но Те Кто Пользуется Их Услугами Они Тоже Не Спасются Христос Родился Христос Родился И Все Волхвы Пришли И Поклонились Наши Сердца Болят За Тех Кто Еще Не Знает Иисуса Мы С тобой Должны Их Познакомить Почему Им Идти В Ад Так Так Нам Нам С тобой Кто Помог Чтобы Мы Свои Глаза Открыли И Пришли К Спасению Сегодня Также Мы Имеем Своих Окружений Людей Которые Верят Еще Чародеям Гадалкам Я Не Знаю Тем Кто Смотрит Гороскопы Иисус Говорит Не Спасетесь Не Спасетесь Сегодня Время Чтобы Их Спасти Как Тесть Моисея Как Волхвы Которые Пришли Поклонились Так И мы Должны Открыть Глаза Людям Что Христос Родился Христос Пришел И Не Надо Больше Никому Верить Мы Должны Верить Только Христу И Знаете Эти Гадалки Колдуны Это Все Приходят Из Китая И Все Они Поклоняются Драконы В книге Откровения Вы увидите Что Написано Драконе И Я Думаю Что Тот Кто Обманул Адама Это Тоже Был Дракон Дракон Так Как Господь Привод Так Как Господь Приходит И Проклинать Его Говорит Будешь Ползать На Животе Своем Значит У Него Были Ноги И Мало Того Что Они Поклоняются Также И Они Сейчас Потихонечку Приводят Это Поклонение В Армению И В Россию Хватит Уже Давайте Остановимся И И И И Пусть не видели никакого образа в тот день. То есть очень много думайте о своих душах. Не столько думайте о деньгах, сколько о спасении ваших душ. Что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориви из среды огня. Дабы вы не разрытились и не сделали себе из вояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидел солнце и луну, звезды, все воинство небесное, не прельстился и не проклинался им, и не служил им так, как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом. «А вас взял Господь и вылил вас из печи железной». Говорит, «Может быть, ты подумаешь, что это похоже на животное, на животных, которые под водой. Может быть, он не знает даже, что уже сказать, чтобы мы не сделали. когда Господь говорил с вами, неужели вы видели какой-то образ? Откуда вам приходят эти образы? Даже когда мы пойдем в джунгли, увидим дикие народы, у которых даже нет одежды, они все равно себе создали Бога, и ему поклоняются какому-то дереву, какому-то идолу. Знаете, в наших ДНК есть вера, есть Господь. Когда мы родились, Господь поставил внутри нас веру, но мы решаем, как использовать эту веру, для славы Божьей, или для того, чтобы мы сами здесь создали Богов, которые нам выгодны. Людям выгодно для себя создать Бога, удобно для своего сердца, чтобы никто им не сказал, не живи так, либо так. Я всегда говорю, люди себе создают что-то, телевизор, магнитофон, либо еще что-то, и с этим дают паспорт, чтобы ты знал, как им пользоваться, чтобы было удачно, как включить, как выключить. Так же и мы. Бог создал человека, очень сложный механизм, и для него он создал один паспорт, как жить, чтобы правильно жить, чтобы не сгореть тебе, чтобы не испортиться, чтобы ты жил святой и правильной жизнью. Аминь. И поэтому очень важно, чтобы мы о своих душах думали. я не надеюсь, вы не устали. Кто не устал, пусть громко скажет Аминь. Слава Богу. Ефесианам 1.9 Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Он свою волю показывает нам по своему благоволению, как Он хочет, а не как мы, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Все было через Него и для Него, как на небесах, так и на земле. Все, все. Представляете? Господь уже не знает, как с нами разговаривать, чтобы мы поняли. Он говорит, из дерева, из серебра, из золота ты создал то, у которого есть глаза, но не видят, рот, но не говорит, ноги, но которые не ходят. Я должен его вести, и ты думаешь, что он тебе поможет, и ты поклоняешься и говоришь, спаси меня и освободи меня. Действительность удивительно. Висайи говорится, дерево, дерево вырезает, приносит домой, рубит дерево, топит печку, готовит на нем еду, а потом из остатков дерева делает себе идол и начинает поклоняться ему, не думая о том, что он сам себе это построил. человек не может сделать Бога. У Бога нет ни начала, ни конца. Он везде и во всем. Как человек может создать Бога? Только Бог создает человека. Знакомимся с Богом. Слава Богу! И поэтому все, все через него и для него нет ничего. Иоанна один-один. Вначале было Слово и Слово было у Бога. То есть вначале было Слово. Иисус был у Бога. И Слово было Бог. Иисус был Богом. Это не новость. Он вначале был у Бога. Оно было вначале у Бога. Все через него началось быть. И без него ничто не начало быть. Что начало быть. Не так, что Иисус пришел после Мариама. Все было для Него. Все. Иисус — это не история 2000-х лет. Это все было еще до Его рождения. Когда Он хотел сказать, «Я был еще до Авраама, Его хотели прибить». Еще прочитаю Колоссяна. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство ли, начальство ли, власть или, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем перспенство. Он не маленький Господь. Он не немножечко Господь. Он просто как человек сражался с сатаной, потому что человек проиграл. Потому что человек проиграл все царствие, и человек должен был взять все царствие. И поэтому Он отдал нам все царствие. Для нас с тобой Он пришел. И ты сегодня живешь так, как Адам и Ева до грехопадения. Представляешь? Мы привыкли говорить, это Адам, это Ева. Тем более, это Ева. Сейчас ты в этой ситуации. Больше не греши, чтобы никого больше, ни о ком больше плохо не говорить. И время приближается к концу. И 14-е слово прочитаем. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Господь вошел в тело, и мы увидели Его славу как первенца. И потом... И с истиной, с благодатью и истиной. И Он удержал эту истину. И Он передал нам эту истину. Нет большего, чем познать Его, чем жить в Нем, чем узнать, насколько добр наш Господь, насколько Он благой. И нет ничего большего на этой земле и на небесах. И когда даже пойдем на небеса, мы не насладимся им. И мы каждый день, каждый день будем искать Его, чтобы общаться с Ним, разговаривать, садиться, вставать, гулять. Еще одно место прочитаю. Иоанна 16, 2. Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, над сейми, у Господа есть власть, что ты дал Ему, даст Он жить вечную. Интересно, ты знал это в местописании? Он дал власть всякой плоти, чтобы отдать вечную жизнь. Кто дал Ему? Сегодня мы свою жизнь отдали Ему. И Он дает нам вечную жизнь. Он не дает нам жизнь 60-70 лет. Он дает нам вечную жизнь. Эти 60 лет мы должны правильно использовать, чтобы Его познать. Эти 40 лет мы должны правильно знать, чтобы ходить с Ним. чтобы ходить в Нем. И чтобы, когда мы пойдем туда, чтобы Он не был для нас новостью. Конечно, Он всегда для нас будет новостью. Но чтобы Он знал. Он сказал, я тебя знаю, каким ты был там. Как ты меня хорошо удержал. Как ты там хорошо рассказывал обо мне. И поэтому не упускайте возможность. Не упускайте возможность, чтобы Иисус Христос родился в жизни твоей жизни, в жизни твоих родных. Молись, чтобы Господь дал тебе силы, познание, как правильно поступить, как правильно говорить о Нем среди своих родных и близких. Очень часто мы пугаем наших родных, вместо того, чтобы наоборот приблизить их еще больше к Богу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ